Рад вас всех видеть! В этом видео я покажу, как можно подключить ваш браслет к Xiaomi Band к устройству на Windows Phone. И немножко расскажу, почему именно я выбрал этот браслет. Количество на симовых устройств сейчас в мире очень велико, но очень мало, которые поддерживают платформу Windows Phone. Из самых адекватных я могу выделить браслет Fitbit, который, кстати, официально поддерживает платформу Windows Phone. И буквально месяц назад я обнаружил, что вышло приложение на Xiaomi Mi Band от русского разработчика. Функциональность этих гаджетов практически одинаковая, а вот стоимость серьезно различается. Xiaomi Mi Band можно купить за 1500 рублей, а Fitbit продается за 3500. Mi Band мне нравится тем, что от одного заряда он проработает 30 дней. Что нельзя сказать про Fitbit, который работает всего 4 дня. На стащемец в магазине Windows Phone есть несколько приложений, которые синхронизируют браслет с вашим телефоном, но я вам расскажу лишь только об одном, который наиболее точно повторяет функциональность официального приложения на Android. Перед подключением браслета вам необходимо убедиться, что у вас включен Bluetooth. Я использую Windows Mobile 10, но на Windows Phone 8 это также прекрасно работает. При первом запуске нам предлагают ввести наши данные, вес, рост, дату рождения, для более точного подсчета шагов и расчета калорий. Также мы можем устанавливать дневную цель. Подключение браслета к телефону занимает буквально пару секунд. Все. Интерфейс программы очень прост. На главном экране у нас шагометр, отображает количество шагов, дистанцию и количество калорий, которые мы сожгли. Далее у нас идет окно мониторинга сна, где написано не только когда мы легли спать и уснули, а еще и записываются фазы нашего сна. Пролистываем дальше. Тут у нас идет история за неделю, ничего особенного. В Xiaomi Mi Band есть функция умного будильника, которая анализирует наш сон и разбудит нас в определенную фазу, чтобы нам было легче просыпаться. Кстати, эта функция отсутствует в браслетах от Fitbit. Теперь перейдем в настройки. Тут у нас отображается заряд, когда мы его последний раз заряжали. Также мы можем изменить цвет индикации нашего браслета. Для более точного подсчета шагов у нас есть опция расположения браслета. Вы можете его носить на левой руке, на правой и также на шее. Если, допустим, вы потеряли браслет, то нажимая вот на эту кнопку, он начнет вибрировать и мигать, чтобы вы смогли его найти. И, кстати говоря, это единственное приложение, которое может обновить прошивку нашего браслета. Все остальные просто предлагают нам обновить прошивку через Android. Синхронизация браслета не вызывает никаких нареканий. Я сейчас буду имитировать движение руки. И подсчет шагов идет в онлайн режиме. Замечательно. Но есть один неприятный минус. Вследствие технических ограничений, Windows Phone не позволяет сторонним разработчикам выполнять код на уведомления. А это значит, что любой носимый гаджет, который вы подключите к смартфону на Windows Phone, не будет работать с уведомлениями. Также немаловажно, чтобы после закрытия приложения на телефоне, браслет не переставал синхронизироваться. Наверху экрана, где у вас отображен сигнал с сотовой сети, будет отображена иконка в Bluetooth. А это значит, что устройство успешно работает и синхронизируется. Надеюсь, это видео вам понравилось. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. С вами был Антон. Всего доброго!